Я слышал сейчас от вас, что вы говорили, что нужно оправдать Творца в сердце. Я понимаю, что такое… То есть я могу связать все действия, которые со мной произошли, исходя из своего жизненного опыта, из ощущений с Творцом. Я разговаривал с товарищами об этом и слышал от них, что тоже они могут в ощущении связать, что да, это был Творец, это не были посторонние люди. Но что такое оправдать его в сердце? Или это не необходимо для начального этапа раскрытия? Что такое оправдать Творца в десятке? Оправдать Творца – это очень великая, возвышенная вещь. Оправдать Творца – это значит, что я прежде всего раскрываю, чувствую, верю, что Творец – Он тот, кто направляет все мои части, материальные, духовные. И нет никого, кроме Него, только Он действует во мне. И я согласен с Ним и не сопротивляюсь. И даже делаю какую-то критику. Эта критика только для того, чтобы еще больше объединиться во всех действиях Творца во мне. И нет у меня ничего, чему бы я противился. Это состояние, которое в чем-то подобно зародышу здоровому на 100%, который находится в развитии в матке своей матери. Когда получает и согласен со всем, что происходит с Ним. И поэтому наверняка, что Он развивается правильно и принимает на Себя форму Создателя – Матери. И если каждый понимает, что нет у него никакого действия, кроме как быть объединенным со всей десяткой во всех своих свойствах. То, что есть у него, когда он как животное, когда есть у этого животного 613 конечностей, и он этими конечностями соединен со всеми своими товарищами, и они тоже соединены так с Ним, и так все они строят закрытую сеть, совершенную, тогда Творец может раскрыться во всех этих 613 общих желаниях, тогда наверняка они будут развиваться правильно в соответствии к Высшему Свету, потому что это правильная связь между Высшим Светом и Кли, материальным желанием, что если материальное желание всецело направлено на соединение с другими, чужими желаниями, они дают связи между собой, вместе контакта между ними, место, в котором Творец может пройти от одного к другому и быть там свободным, как будто нет никакого соединения. но все это как один человек с одним сердцем, потому что все как один. И к этому вся десятка должна представлять себе, что она хочет такой быть, и тогда Творец наполнит их в таком виде, когда не будет чувствоваться никакое сопротивление, столкновение. И так это будет осуществляться. Конечно же, на ступенях, когда они пока что поднимаются к этой совершенной работе, когда они исправляют себя, чтобы не было никакого сопротивления в связи между ними, тогда они раскрывают, насколько пока еще действует в них форма разрыва, и постепенно, постепенно они приходят к тому, что этот разрыв как раз усиливает форму связи. И тогда они раскрывают Творца, не так, как он должен был раскрыть них, несмотря на их сопротивление. Но в 613 раз больше, когда это сопротивление приходит в преодоление, в усиление, к тому, что они все раскрывают Творца с большей силой, чем он проявляется. И это то, что должно сделать Творение. То есть, насколько Творец раскрывался в них до разбиения, до грехопадения, до греха древопознания, они раскрывают его в 613 раз с большей силой, чем это было раньше. Все это делают Творения. Творец.